МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии празднования 80-летнего юбилея Березовской средней общеобразовательной школы мы решили не оставлять в стороне тех, кто уже долгое время трудился и трудится на благо воспитания наших детей. В этом выпуске мы расскажем об учительской династии семьи Кузнецовых, где общий старший работы составляет уже около 100 лет. Учительская династия – это профессиональная летопись, страницы которой таят истории педагогического становления, секреты мастерства, сохраняющего и приумножающего человеческие ценности. Родоначальником и главным героем нашей сегодняшней передачи стала Александра Ивановна Кузнецова, которая отдала 40 лет родной школе, чья искренность души, умноженная на огромное трудолюбие и преданность своей профессии, – один из главных ее секретов, который дает ей возможность и по сей день жить полной жизнью. В 1967-м я закончила пединститут Саранский, который находится в Мордовии, если кто не знает. И меня по окончании пединститута направили именно в Тюменскую область, в Ханты-Мансийский район. Тогда еще молодая целеустремленная Александра попала по направлению в Березово. Вспоминает, что первое, что испытала, – это страх от неизвестности, но в то же время интерес к тому, что же из этого получится. Еще со школьной скамьи замиранием сердца представляла, как будет входить в класс, как будет рассказывать детям о чем-то добром и красивом. Именно этим была наполнена ее школьная юность. Ей всегда хотелось быть похожей на своих учителей. А в свою очередь педагогический институт привил ей любовь и интерес к английскому языку, учителем которого и стала в будущем Александра Ивановна. И вот, наконец, я оказалась именно в Березово. В Березово прилетела вечером и попадаю в квартиру, где живет учительница. Ну, некуда идти-то, не знаешь, куда идти-то. Самый первый дом – это была учительница по истории. И, короче говоря, она меня направила в РАНО. Но в РАНО устроили, встретили меня тут очень хорошо. Мне, конечно, было очень приятно. А меня, знаешь, нигде не бывавшие, ничего не знавшие, меня доставили вот именно сюда, в Березово. Из всех 40 лет работы в школе 30 была руководителем методического объединения иностранных языков. Вела работу классного руководителя, имеет 6 выпусков. О каждом из них рассказывает очень много и только хорошее. Ее наставником, учителем и другом стал первый директор тогда еще старой школы Аркадий Алексеевич Севастьянов, который во всем ей помогал, рассказывал и направлял. Коллектив учителей ее прекрасно принял. Все к Александре Ивановне были добры и приветливы. Все пошло лучше, лучше стало. У меня в работе стало, как говорится, лучше стало чувствовать себя и с детьми. А с детьми особенно, вот не знаю почему, но я с детьми работала. Мне очень нравилось, как классному руководителю, мне очень нравилось работать. Вот проработав в этой школе, я попадаю, значит, в другую школу. Вот именно вот в новую школу, которая сейчас, она уже не новая, ей уже 30 лет, однако. Вот я попадаю в новую школу, здесь уже другие, как говорится, директора. И менялись эти директора очень часто. При мне работали вот 6 директоров. 6 директоров. Одного еще нету, он потом уехал. Вот. И потом вот все мои, это учителя, все мои учителя, вот они здесь уже, в некоторых нету этих учителей. Но я очень довольна. И довольна тем, что попала в хороший, дружный коллектив. Всех своих учеников Александра Ивановна до сих пор отлично помнит. Интересуется их делами, дружит с семьями и часто встречаются. Все 6 выпусков для нее как родные. Некоторые из ее бывших подопечных также стали учителями, да к тому же еще и английского языка. За что она испытывает особую гордость. И говорит, если на это повлияла когда-то в свое время она, это приятно вдвойне. Признается, что любимчиков никогда не было. Все дети для нее были одинаковы. Отношение было тоже на равных. Я, мне кажется, ко всем одинаково относилась. Даже вот, я не знаю, или у меня относилась одинаково, может быть, потому что у меня действительно классы были хорошие. Я ни к кому не могла, как говорится, не без этого, конечно, не то, что придираться, а то, что где-то не послушался ученик, не так сделал, конечно, сделаешь замечание. Конечно, сделаешь. Но для меня вот сейчас, и сейчас, и были, дети все одинаковые. Даже мне больше всего это нравилось работать, знаете, с кем? С мальчиками. Вот именно с мальчиками. Не знаю, почему и мальчики, вот, как говорится, были, я бы сказала, не одного, все были послушные. А девочки тоже вообще не говорю. Самое важное, что сделала для своих собственных детей Александра Ивановна, это привела любовь и уважение к учительскому труду. Сегодня сын и дочь продолжают традиции семьи, избрав в своей профессии нелегкий, но благородный труд учителя. Дочь тоже с самого детства, как и я, тоже интересовалась именно школой. Видит, что я хожу в школу, знаешь, это самое, что я тоже с тетрадями, что я с учениками, и она пошла вот тоже по моим стопам. Сын тоже. Ну, а сноха у нас уже появилась, Наталья Николаевна, она уже появилась. В жизни всякое бывает. Они встретились с ней именно в училище в городе Тюмени, а потом закончили Шимский тоже пединститут, как и моя сила Анатольевна. А сейчас мы расскажем подробнее о том, как же дети Александры Ивановны пошли по ее стопам и стали уважаемыми педагогами и прекрасными наставниками. Дочь Александры Ивановны Светлана Христич работает в Березовской средней школе более 20 лет, учителем русского языка и литературы. Окончила и Шимский государственный педагогический институт имени Ершова. С самого раннего детства уже знала, что непременно станет учителем, как мама. Основные качества, которые унаследовала дочь от мамы, это огромное трудолюбие, любовь к детям и преданность своей профессии. Ежегодно учащиеся Светлана Анатольевна становятся победителями школьных и районных олимпиад по русскому языку. Показывают высокие результаты на всероссийских олимпиадах. Под ее руководством дети участвуют в проектной и исследовательской деятельности. 25 лет тому назад я переступила порог этой школы как учитель русского языка и литературы. Я продолжатель славных традиций династии Кузнецовых, которую начала когда-то Александра Ивановна. Конечно же, я не могла сделать другой выбор. Я выросла в учительской среде. Меня с детства научили любить именно этот труд и уважать педагогов. Поэтому я ни о чем не думала. Да и в те годы, в советское время, профессии учителя и врача были самыми главными, уважаемые профессии. Вот поэтому я здесь. Трудностей старается не замечать, помогать во всем своим ученикам. Преподавательский путь прошла с 5 до 11 класса. Признается, что учить детей разных возрастов ей интересно. Кому-то давать азы русского языка, а кого-то уже готовить к выпускным экзаменам, где ее предметы считаются одними из самых главных и обязательных. Русский язык знают. Вот что бы там ни говорили, русский язык знают. Экзамены сдают дети. Проблема сегодня, наверное, одна. Читать перестали. Поэтому приходится читать порой мне. И дети даже говорят, что не прочитаем мы, вы всегда нам прочитаете вслух. Проблема. Так же, как и мама, все годы является классным руководителем. В 2008-м ее класс стал победителем в районном конкурсе «Класс года». Ученики Светланы Христич – организаторы многих школьных и поселковых мероприятий. Она ежедневно отдает всю себя, все свои знания и опыт для того, чтобы вырастить достойное молодое поколение, будущее нашей страны. Михаил Кузнецов – младший сын Александра Ивановны. В 1994-м окончил Тюменский индустриально-педагогический техникум по специальности учитель технологии и физкультуры. И некоторое время работал в школе города Тюмени. А уже в 1996-м году вместе со своей семьей переехал в Березово, где продолжил учительскую деятельность в Березовской средней школе. Параллельно получил второе образование также в Вишимском государственном педагогическом институте имени Иршова. И по сегодняшний день трудится в стенах родной школы. Как мы заметили, вокруг Михаила Анатольевича всегда дети. Он обучает мальчиков работе по дереву. Для них он добрый и мудрый наставник, который всегда поможет и подскажет. В Березовской средней школе я работаю уже 21 год. По образованию учитель труда и сердечения поработать пришлось по таким предметам, как физкультура, ОБЖ. Скорее всего, мой преподаватель по технологии, Бардыгин Виктор Иванович, в свое время стал толкателем. Большое количество времени проводили на уроках, на кружках. Очень много занимались, быстрее всего, да, и получилось. У Михаила Кузнецова за всю учительскую деятельность было два выпускных класса – 1999 и 2006 годов. И сегодня он является классным руководителем девятого класса. Признается, что в его профессии значимых проблем нет. Единственное – это нехватка материалов и инструментов. А работа учителя труда его настолько вдохновляет, что все свободное время он посвящает этому и дома, при этом обучающую своих сыновей. Со своей женой Натальей, а ныне и учителем изобразительного искусства, также Березовской средней школы, познакомился в Тюмени в техникуме, где были однокурсниками. Ее старши работы в школе составляют чуть более 20 лет. Еще в детстве у Натальи Николаевны проявился талант к рисованию, который она унаследовала от своей мамы. К каждому празднику она со своими учениками организовывает выставки рисунков. У нас есть все. Вот абсолютно все, что касается рисования. Вот здесь я могу сказать, что у меня есть все для того, чтобы готовиться, подготавливать уроки, показывать детям. Это и интерактивные экскурсии всевозможные, это и видеофильмы различных художников, ну и, конечно, интернет, где масса информации. Учащиеся Натальи Николаевны принимают активное участие в районных, окружных и всероссийских конкурсах и занимают призовые места. Она дважды принимала участие в районном конкурсе «Педагог года», является педагогом высшей квалификационной категории. Также с 2006 года еще и завуч по учебно-воспитательной работе. Сложности заключаются в том, что мы живем практически на острове. У нас очень мало возможностей куда-то выехать, посетить музеи, сходить на выставки, познакомиться с памятниками архитектуры, различными памятниками культурного наследия. Вот в этом большая сложность. То, что у нас есть Березовский музей, так мы там завсегдатые, мы там очень часто бываем с репетишками. Хоть там экспозиции меняются, но все равно это не восполнит того, что есть у нас в городах. Вот это самая большая трудность. Сегодня Березовская общеобразовательная школа для династии Кузнецовых не просто место работы, а второй дом. Они уже не представляют другого жизненного пути. Они отдали столько лет, столько вложили труда, любви, доброты в своих учеников. И в преддверии праздника мы не могли не спросить, что бы они пожелали своей родной школе. Хотелось бы, чтобы наша школа дожила наконец-то до хорошего ремонта капитального, чтобы кабинеты были теплые, уютные, коридоры светлые, просторные, чтобы детям приятно было сюда заходить. И еще не один десяток лет она будет выпускать молодое поколение, будущее наше. Не болеть, хороших учеников, ну и терпения. Оптимизма, несмотря ни на что верить в лучшее, на все эти реформы, на все эти бесконечные изменения, реагировать как-то, наверное, спокойнее. И, я не знаю, как-то вот, ну действительно оптимизма. Только оптимизм поможет в нашем деле. В любой профессии важны традиции и преемственность профессиональных качеств, связь между поколениями. Лучше всего они реализуются тогда, когда то или иное дело становится частью жизни семьи. Так и образуются династии, в том числе и учительские. Люди, связанные родственными отношениями, выбирают одну и ту же профессию. Что это? Гены, зов души, дар учить, переданный по наследству, или нечто полученное, свыше определяющее судьбу? На эти вопросы сложно ответить. Возможно, это и особый образ жизни, залогом творческих успехов которого является достойный вклад в благородное дело, воспитание подрастающего поколения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...